Хорошо слышно, да? Приветствуем вас всех на московском скалом этапе. Впервые мы собрались за долгое время, вместе с весной решили проснуться и организовать наши движения и встречи снова. Дальше, надеюсь, они будут регулярными, будем стараться к двум месяцам периодически сделать, но как пойдет, будем стараться. Поэтому, если у вас есть желание чем-то рассказать, вы можете присылать доклады, ну, темы докладов мне или Леше Фомкину, или вы можете предлагать какие-то темы, которые вам интересны. Мы постараемся устроить опросы, чтобы понять, что аудитории интересно, и следовать данным модитам. Сегодняшний метап нам помогли организовать в моем банке родном. Спасибо нашим HR-ам еще за организацию. И сегодня нас ждут три доклада. Я надеюсь, они все будут интересны, по крайней мере, по темам мне показались такие довольно заманчивые и интригующие. Про некоторые вещи вообще непонятно, что там будет, хотелось бы узнать. И первый докладчик у нас, Артем Плотников, будет рассказывать про Spark. Привет! Привет! Ну, я сегодня расскажу про использование Apache Spark на практике. Ну, наверное, все из вас уже слышали, что такое Apache Spark и с чем он используется. Так, кстати, можно… Сейчас, секундочку, тут перестал работать. Вот, все. Значит, ну, на поездке дня это основы Spark. Поговорим про различия API. Там RDD, DataFrame, DataSate и Frameless. Поначалу очень сложно определить, ну, и выбрать лучший API, поэтому поговорим о том, чем они отличаются и какие преимущества дают. Вот, потом поговорим про сериализацию кода, потому что после того, как вы написали свое приложение и запустите его в рантайме, как правило, первая проблема, которая возникает, это проблема сериализации кода. Мы поговорим, от чего она возникает и Катик с ней бороться. Ну, и в конце несколько слов про мониторинг Spark-приложения, так как Spark запускается в большом кластере и достаточно сложно… Ну, каждая нода может упасть и достаточно сложно поначалу понять, как же это все мониторить. Вот, но для начала я хотел бы тогда узнать, попросить поднять руки тех, кто про Spark ничего не слышал, ну, или, по крайней мере, вообще Слава представляет, как он работает. Очень мало. А кто работает хотя бы полгода с ним и уже там достаточно хорошо знает. Тоже мало. Интересно. Ну, в общем, тогда я немножко подробнее расскажу про основы и какие-то фундаментальные концепции самого Spark. Значит, ну, как вы, наверное, знаете, Spark — это распределенный фреймворк для параллельной обработки данных. И он базируется на… ну, мы посмотрим на конкретном примере. Spark очень хорош для задач, когда нужно проводить какие-то большие сложные агрегации данных. И, ну, например, если нам нужно ходить там по часовому логу каким-нибудь там… ну, каким-то часовым окном по нашу логу событий и вычислять какие-то там статистики или там обучать рекомендательную модель, то это достаточно хороший эскейс для Spark. А если, ну, например, на каждый запрос с бэкэнда по конкретному ID-шнику пользователя запрашиваются… ну, запускаются какие-то Spark-овские задачи, ну, то, как правило, это не очень хорошее применение Spark, потому что он больше именно на all-up нагрузку рассчитан, а не на all-tp. Вот. Ну, посмотрим на примере. Вот, допустим, у нас есть исходные данные, скажем, я… просто абстрагируемся и представляем, что у нас какой-то датасет людей, класс person и класс employee сотрудников компании. Я не использую там термины как таблица или файл, потому что Spark позволяет использовать… ну, одно из его больших преимуществ – это возможность чтения с разных источников, не только баз данных, можно там из файлов читать, там, из кавки, например, там, и так далее. И джойнить эти события из вообще абсолютно разных источников, не настраивая никаких там сложных и телепроцессов. Ну, и, допустим, хотим мы в результате получить статистику по компании, то есть, скажем, имя компании, количество сотрудников и средний возраст. Посмотрим, как это будет реализовано на Spark. В первом приближении это будет выглядеть вот так. Можно не сильно прям вчитываться в детали кода здесь. Ну, допустим, мы еще в условии задачи поставили, что нужно убрать компанию Google для рассмотрения. Вот. То есть мы работаем почти что как со стандартными скалоколлекциями, но под капотом они работают очень по-другому. И мы обсудим, в чем отличие. Но с точки зрения API это очень просто, и мы просто фильтруем ту компанию, которую не хотим видеть, потом делаем группировку по ключу, соответственно, у нас есть, ну, будем называть его датасет людей, датасет сотрудников. Мы оба этих датасета группируем по ключу и дальше делаем операцию join. Ну, единственная такая немного непривычная операция для Spark коллекций. Делаем join и по полученным ключам делаем агрегацию значений. Выводим ее. В итоге получается, ну, то есть мы проделали, по сути, все, что нам нужно. Вот. Но что же произошло в Spark под капотом в этот момент? Во-первых, нужно понять, что же такое вот этот RDD, который мы здесь везде видели. То есть каждая операция, как мы видели, производит новый RDD. RDD — это некое логическое представление коллекции данных, которая сама по себе не хранит данные. То есть это просто объект, который с тобой символизирует логические вычисления. Он сам по себе содержит внутри себя список так называемых родительских RDD. Это именно те датасеты, которые нужны для генерации этого RDD. RDD партицирован. То есть так как у нас Spark распределенный движок, то данные разбиваются на блоки партиций. И RDD знает о том, какие у него есть партиции и от каких партиций родительских RDD зависит наш RDD. Мы увидим это на картинке еще. И RDD ленив. То есть каждый раз, когда мы делаем, например, всевозможные фильтры операции и группировки, никаких вычислений не производится. Просто создается новый объект RDD, который хранит внутри себя логический план выполнения. Вычисление стартует только в момент вот в этот. Именно в этот момент Spark начинает формировать физический план выполнения и запускать задачи. Вот так это будет выглядеть. То есть здесь представлен пример графа зависимости. То есть в каждом столбце... Секундочку. В каждом столбце здесь отдельный RDD. Но это для модельной задачи, которая присутствует во всех Spark Tutorial. Это WordCount, например, так называемый. Мы, допустим, считываем текстовый файл. Делаем на нем какие-то операции, там, мэп и так далее. Делаем пары ключ, это слово и значение, это часто встречаемость этого слова. И дальше делаем Reduce Study. Здесь важно знать, что Spark это, по сути, тот же самый MapReduce, но только на стероидах. Потому что в классическом MapReduce мы делаем MapStadio и делаем Reduce Study. И на этом приложение, как правило, завершается. После этого мы можем сделать очередную MapReduce Study, снова запросить у кластера ресурсы на новую MapReduce Study и так далее. И это очень долго. Spark именно позволяет делать эти стадии внутри одного приложения. То есть каждая MapReduce Study... Spark формирует так называемый асинхронный граф вычислений. Директ ациклический граф вычислений. И по этому графу уже пробегают сами вычисления. То есть каждая Spark разбивает вычисления на такие вот стадии. То есть здесь они обозначены как Task 1, Task 2 и так далее. И между вот этими вот стадиями происходит сама MapReduce Study. Ну, так называется Shuffle. Вот. То есть мы прочитали кусочек данных из входного файла на HDFS. Сделали несколько там Map, там FlatMap операций, например. И после этого на Shuffle Study мы считываем результат каждой партиции вот здесь. Ну и, соответственно, по ключу и делаем там какие-то наши операции, там группировки и так далее. Зачем так сложно? Зачем вообще RDD так устроим? Дело в том, что, ну, так как мы работаем в кластере, у нас могут быть отказы. То есть, допустим, мы в какой-то момент делали-делали это вычисление. Допустим, мы сделали вычисление RDD3, но в какой-то момент на этапе вычисления RDD4 у нас там одна из партиций упала. Каждая партиция может быть на разных узлах, и, допустим, у нас упала ровно одна партиция, ну, из-за того, что упала одна из нот. В результате, ну, мы потеряли это данные, и в Spark, ну, у разработчиков Spark была, как бы, дилемма, какой из вариантов выбрать. То есть первый вариант защиты от падения, это можно было дублировать данные. То есть, например, там результат записывать там в виде нескольких реплик. Ну, так обычно делается в MapReduce, то есть мы сделали MapReduce стадию, в конце этого мы записали на HDFS с Replication Factor 3, например, и после этого в следующей MapReduce стадии уже вычитывают из HDFS, и HDFS обеспечивает нам отказоустойчивость. В Sparkе не так. В Sparkе решили пойти другим путем и сделать так, чтобы RDD могла вычислить этот результат. То есть получается, что если у нас, например, партиция третья пропала, вторая партиция запрашивает ее данные, и их нет. Тогда, так как партиция 3 знает, что она всего лишь результат применения MapTransformations к третьей партиции второго RDD, она может просто заново запустить вот этот таск и так далее. То есть если, например, нам недоступна сейчас какая-нибудь там партиция первого RDD, мы можем вообще начать все сначала и прямо всю эту стадию полностью повторить. В результате мы восстановим данные полностью. И, как правило, в запущенном Spark-приложении это небольшая проблема. Упал какой-то узел, у нас может быть там preemption, например, что нас просто вытеснили, потому что мы слишком много ресурсов запросили. Какие-то партиции пропали, Spark просто помечает таск как failed и заново их пересчитывает. Ничего страшного не происходит. И, собственно, в этом основное преимущество такого объекта как RDD. Ну, посмотрим, как это происходит в рантайме в кластере. То есть у нас есть кластер-менеджер, который управляет ресурсами всего кластера. И есть так называемый драйвер-программ. В каждом Spark-приложении присутствует ровно один драйвер. Как только драйвер падает, все приложение крашится сразу же. Драйвер-программ – это своего рода мастер для Spark-приложения. И все, что он делает, ну, точнее, он делает очень много. Он запрашивает у кластера, ну, сначала он вычитывает main-метод, то есть весь main-метод, который мы вот видели раньше, это будет запускаться на драйвере. То есть все эти объекты RDD, они физически будут присутствовать только на драйвере. На экзекьюторах этого кода, по сути, не будет. Там будет немножко другой код. Вот драйвер вычитывает вот этот весь код, формирует физический план выполнения, после этого понимает, какие ему ресурсы нужны, и запрашивает все нужные ресурсы у кластер-менеджера. После того, как контейнеры все появились, кластер-менеджер говорит, вот такие контейнеры, и драйвер сначала делит все наше приложение на таски, которые мы здесь видели на примере. То есть здесь, например, там таска, flat-map, map и так далее, они все склеятся в один таск. То есть это будет… Ну, то есть в Spark нет смысла, например, если у вас последовательно идет несколько map-функций, то там оптимизировать за счет того, что пытаться внутри одной map-функции запихать всю логику, в которой у вас должно быть там нескольких map-функций. Потому что Spark это сам сделает, и это называется конвейеризация, пайплайнинг. Вот, Spark сам склеит вот эти все стадии, сформирует некий код, и вот этот код после этого сериализует, и после этого отправит на экзекьюторы, на исполнение. Соответственно, экзекьюторы получили сериализованный код, дестерилизовали его, выполнили задачи, то есть физически считали уже данные, провели обработку и так далее, и после этого драйвер получает статус. Ну, то есть либо это может быть какой-то просто ответ, что ок, там данные записаны, либо это может быть просто результат. Вот, после этого драйвер понял, что программа завершилась, он говорит всем экзекьюторам, завершится, экзекьютор завершается, после этого уже завершает свою работу сам драйвер. Внутри драйвер программы есть так называемый Spark Context объект. В новых версиях Spark он заменился на Spark Session, но Spark Context также остался. Вот, Spark Context по сути отвечает за взаимодействие с менеджером кластера, и вообще за всю работу с кластером. Spark поддерживает работу не только, например, с Ярном, но и с AWS Standalone кластером Spark или там Kubernetes. Ну, в общем, он такой, агностичен к менеджеру кластера. Ну, собственно, вот этот весь процесс, который я только что проговорил, он описан здесь. Вот, допустим, мы имеем более-менее представление о том, как запускается Spark программа, и теперь перейдем к вопросу о том, какие вообще IP предоставляет Spark. Spark позволяет решать одну и ту же задачу зачастую несколькими способами. Один из них мы уже видели. Это вот наш обычный RDD-IP. То есть он похож на скалы коллекции, и, ну, как правило, разработчику скалисты с ним удобнее намного работать. Но Spark еще позволяет решать задачу вот так. То есть это, ну, по сути, старый добрый SQL. Но здесь есть отличия. То есть если обычный SQL, ну, у нас становится больше с базами данных, где там у нас там сложные какие-то ключи, где у нас там база данных отвечает и за хранение данных, и за их обработку, то тут все не так. Spark предоставляет только механизм обработки данных. То есть Spark-овский SQL – это, ну, просто своего рода IP. Мы здесь, по сути, ну, делаем обычный SQL-запрос, джойним таблицу сотрудников на таблицу людей, отфильтруем, что нужно в Google. Ну, то есть запрос хорошо ложится. Данная задача хорошо ложится на Spark-овский. Что происходит под капотом? Происходит, по сути, все то же самое. То есть Spark также берет… То есть весь этот SQL-запрос – это своего рода логический план выполнения. Spark после этого делает физический план выполнения. Также разбивает на таски. Все это также делает драйвер. И после этого стерилизованный код тасков также отправляется на экзекьютор и также происходит MapReduceStuddy. Все то же самое. Но в отличие от стандартного SQL-а, Spark и SQL чуть более расширяем. Во-первых, ну, можно так же, как и в обычном SQL-е, писать собственные функции. Например, там можно свою реализацию, там, функцию count сделать и так далее. Мы еще увидим примеры. И помимо этого, Spark даже позволяет, например, собственные правила оптимизатора писать. Я думаю, даже можно там что-нибудь вроде своей функции join реализовать. То есть достаточно много всего. Но как происходит декомпозиция в таком случае кода? То есть, допустим, у нас есть такой код, и мы хотим, ну, как-то разнести его. Ну, декомпозиция, по сути, так же происходит, как и в обычном SQL. Мы просто можем создавать временные таблицы, там, ну, вьюхи просто, и эти вьюхи использовать в последующих вычислениях. Ничего особо удивительного. Но с этим кодом, посмотрим на него еще раз, есть одна большая проблема, что если мы делаем ошибку в синтаксисе, то это только на рантайме проявится. То есть мы пишем SQL-запрос, там, деплоим Spark-приложение, и оно тут же падает, потому что там мы точку не там поставили, или поле какое-то несуществующее вызвали. Да, можно. Нет, это происходит на драйвере, драйвер запускается первым, поэтому падает, как только драйвер, ну, драйвер считал, это достаточно быстро. Слава богу, мы не инициализируем ресурсы кластера в этот момент еще. Но все равно это долго, потому что пока задеплоил, там, большая толстая джарка, там, еще что-нибудь. Вот, поэтому разработчики Spark разработали API получше. Исторически первый фикс этой проблемы был так называемый data frame API. Вот, тут мы можем видеть, по сути, все то же самое происходит. То есть такой же SQL-запрос, только он теперь уже в скалокоде. И здесь есть плюс в том, что мы уже не можем какие-то операторы использовать несуществующие. То есть тут мы явно прописываем join внутри скалокода, соответственно, на этапе копейляции мы поймем, что там мы вызвали какую-то функцию над data frame, которая не существует. Основная проблема этого подхода в том, что все еще мы не полностью защитились от всех проблем. Во-первых, мы здесь вызываем поля, которых может не существовать. Это простые строчки, по сути. Вот. И во-вторых, у нас нет никаких типов. То есть мы можем, например, сделать... Сейчас, вот так. Ну, он просто приводит к колумб, по-моему, класс есть внутри спарка. Ну, то есть там есть spark implicit с объектом. Ну, я здесь, чтобы не нагружать код, не писал. Spark implicit, вот этот доллар, это, по сути, простая функция, которая приводит ее к типу колумб. То есть на самом деле там никакой сложной... Ну, нет никакой логики по определению, какой же там тип на самом деле, ничего. Это просто, ну, шубер. Ничего больше. Вот. И в итоге мы над этими колонками можем делать вообще что угодно. То есть, ну, там над этим типом колумб определены всякие операции, всевозможные. Вот. И, например, мы можем сделать плюс колонки, которая, например, вообще не числовая, а строка, например. Вот. Чтобы это пофиксить, позже в Spark вышел так называемый датасет API, который уже чуть более типизирован, как вы видите. По сути ничего не изменилось. Все, что изменилось, это вот появились тут касты типов. И датасет объект теперь типизирован кейс-классом, который мы хотим получить или который мы здесь используем. И здесь важный нюанс, что по сути каст это не рантайм каст. Ну, то есть, это будет произведено не в рантайме, а в компайл тайме. Так как вот эта S-операция, она требует, чтобы имплиситно был конвертер из типа, который, ну, из типа, который мы здесь указываем. Для кейс-класса, например, CompanyStat, имплиситно был конвертер в схему. То есть, каждый датасет хранит в себе некий объект схемы, в котором для каждой колонки, которую мы используем внутри кейс-класса, определен тип. Когда мы говорим, например, ну, кастим каждое поле и потом говорим, что CompanyStat tupled, то у нас должен быть энкодер, который превратит наш класс CompanyStat в вот эту типизированную структуру. Если вы, например, уберете вот этот кусочек, то на этапе компиляции будет ошибка. Ну, и даже идея подсвечит, что это ошибка, потому что он напишет, что здесь not inferred type. Вот, за счет этого у нас есть возможность, ну, такие, по крайней мере, ошибки, что когда мы используем какие-то некорректные типы, несогласованные, то эти ошибки будут уже отлавливаться. Вот, но все еще есть одна проблемка. Несмотря на то, что, ну, мы здесь используем все так же вот этот интерполятор доллар, и все так же мы можем здесь написать все, что угодно, и это упадет на этапе рантайма. Вот, поэтому есть такая библиотека Frameless, которая вообще, ну, к сожалению, наверное, не является частью Spark, и в ней реализованы не все функции. Но она позволяет еще более типизированно все сделать, и здесь уже мы используем вот такой литерал. Это, ну, библиотека, как вы, наверное, догадались, написана на Shapeless, и вот эти литералы, это вот label generics, Shapeless-овские. И здесь уже все на этапе компиляции, то есть мы здесь уже не можем внутри какого-то датасета использовать некорректный тип. Тут у нас уже на этапе компиляции, если эта компиляция когда-нибудь завершится, на ней уже будут выявлены все эти проблемы. Вот. Ну, во-первых, скажу, зачем вообще нам может тогда пригодиться вот этот SQL, датасет и так далее, почему бы не писать просто на RDD. Потому что это нам, ну, как скала-разработчикам, ближе идеологически. Дело в том, что датасет, как я уже говорил, хранит в себе схему данных, на котором он работает. За счет этого Spark может делать дополнительные оптимизации. То есть Spark, например, зная, что мы достаем только, ну, если мы используем не все поля внутри какого-то датасета, то Spark может просто не вычитывать из источника эти поля. То есть если мы, например, изначально вычитываем там из Hive-таблицы, ну, из любой там колоночной базы данных, то он может просто пропускать те колонки, которые не соответствуют, ну, просто которые не используются, он может их просто не вычитывать, и за счет этого экономия на всем, соответственно, будет. Вот. Во-вторых, ну, вот эта оптимизация, оптимизация еще есть на уровне так называемого движка Tankstand, по-моему, она называлась. В общем, был достаточно длинный проект у Spark, в котором они ставили своей целью вот такой вот датасет API, по нему генерировать код, прям оптимизированный, джавовый код из серии там вайл-лупов на каждой партиции. То есть мы теперь имеем на выходе не просто там, например, скала-код, не просто там какой-нибудь там, ну, как правило, например, там обычно используется в базах данных, так называемый там pipeline, по-моему, когда там, например, map.filter, ну, как вот стандартно у нас в коллекции, там в стримах используются там цепочки операций, вот здесь прямо генерируется оптимизированный там джава-код, который фолл-лупами все это, все эти операции на каждой партиции вычисляет. Соответственно, это еще быстрее. Ну и третья причина, которая пока что не очень явная, но будет в ближайшее будущее, это там Spark 2.3, они более-менее допилили так называемый cost-based optimization, который позволяет в источниках, ну, считать статистики для колонок, например, там, хайвовых таблиц и так далее. И, ну, я надеюсь, это хорошо будет работать. И тогда, ну, Spark за счет того, что он имеет статистики там по каким-то колонкам, он, например, знает, что в какой-то колонке значение там от 10 до 20, и если мы фильтруем по условию больше 20, то он вообще может этот датасет не читать, потому что он заведомо знает, что в этом датасете нет данных. Вот. Это вот такое третье в перспективе преимущество хороший датасет API, который, надеюсь, стрельнет. Вот. Поэтому, если у вас задача хорошо ложиться на датасет API, рекомендую попробовать его. Вот. Ну и, соответственно, как происходит декомпозиция кода датасет. Тут уже можно регистрировать собственные UDF-ки, как я уже писал. UDF-ки – это, по сути, простые скалы-функции. Мы пишем скалы-функции, регистрируем ее в Spark и можем ее использовать как внутри SQL, как я написал вначале, так и внутри вот здесь. Ну, прямо внутри скалы-кода. То есть у нас есть физический объект UDF-ки, и он есть в Spark SQL зарегистрированный. Можно описать собственные агрегации. Вот, например, функция aggregate, которая суммирует возраст. Тут проявляет себя специфика Spark, так как, например, есть reduce и merge. Ну, соответственно, как происходит у нас агрегация, как мы теперь знаем, на каждой партиции сначала происходит агрегация, а потом между партициями map, reduce, stade. Соответственно, reduce будет действовать внутри партиции, а merge – это будет уже на reduce стадии между результатами партиции. Ну, потом можно в презентации подробнее прочитать. Не буду очень сильно застряться на этом коде. Ну, вот, собственно, плюсы. Dataset API, который я уже описывал. Итак, мы, допустим, написали наше приложение, запускаем его. Но в какой-то момент у нас может появиться желание, например, обратиться изнутри партиции к базе данных. И тут мы попробуем использовать какой-нибудь dependency injection и использовать какой-нибудь класс environment. И, ну, как вы уже там более-менее представляете, как работает Spark окружение, эта штука упадет с вот такой ошибкой. Datas not serializable exception. Ну, просто not serializable exception. Дело в том, что Spark инициализирует объект environment на драйвере и после этого попробует его передать экзекьюторам. Так как у нас класса A не сериализуем, то мы получим not serializable exception, так как Spark не сможет его сериализовать и перекинуть на исполнителя. Как с этим бороться? Ну, достаточно просто. Это, в принципе, обычный скалоподход к такой проблеме, что мы можем lazy инициализовать переменную app, инстанцировать переменную env. И если мы на драйвере не используем этот код, то мы прям сразу можем его закинуть в код, который попадет на исполнителя. Здесь ничего страшного не произойдет. Val A инициализируется уже на самом экзекьюторе, и все будет нормально. Но если вы надумаете использовать эту переменную еще в драйвере, я не знаю, какой-нибудь connection к базе данных, вы захотите проверить, что там таблицы существуют, или создать, например, эти таблицы. И вы используете эту переменную lazy-переменную, то тут она уже инстанцируется, и она опять снова станет не-сериализable. Поэтому вам придется еще использовать слово transient. Ну, как правило, это такие два простых слова, которые решают почти все проблемы с сериализацией, но если вы не используете каких-то сложных классов с сложными сериализациями. Но поначалу эту проблему просто выносит. Ну и, соответственно, тут еще есть проблемка, что мы можем, ну, второй подход к решению проблем, мы можем инициализировать исключительно на экзекьюторах. У Spark есть такая функция map partitions, которая пробегает именно по партициям, которые уже работают на своих экзекьюторах. Мы можем просто там инициализировать эти, ну, это окружение. Но тут может быть одна проблема. Я здесь привел пример, в котором мы дальше это окружение пробрасываем дальше. То есть, допустим, эта перемена envy является результатом нашей map-операции. Соответственно, когда будет reduce в стадии, Spark, опять же, во время между map и reduce происходит shuffle, и в этот момент Spark попытается передать этот environment. И если мы, опять же, его сделали не-сериализable, то у вас появится точно та же проблема, только она будет немножко по-другому выглядеть, вот так вот. То есть, и эта task-not-serialize-able-exemption, она ужасная, потому что она, ну, в общем, лучше заранее просмотреть свой код и продумать эту проблему, потому что, как правило, если она возникает, она может, если у вас много стадий, и она через 5 часов расчета только может себя проявить. И, в общем, это не очень. Вот. Ну, допустим, мы справились еще и с task-not-serialize-able-exemption, запустили приложение в кластере, вот она считается, и мы хотим как-то отслеживать, как же, что же происходит с ним. У Spark есть три, по сути, основных метода, как мы можем это делать, ну, стандартных из коробки. Это Spark UI доступен всегда, когда… Ну, это из коробки в Spark доступно, поэтому мы всегда его можем использовать. Ну, это логи, которые тоже доступны из Spark UI. И кастомные счетчики мы можем создавать внутри Spark прямо счетчики, которые считают количество там работных событий или там ошибок наших личных. Spark UI выглядит вот так. То есть здесь мы внутри одной стадии смотрим на то, как она происходит. Вот пишет, что, например, четыре таска completed, пишет, сколько всего тасков было. Как вы помните, давайте пробегу на начало. Вот они. Вот наши первоначальные таски. Таск 1, там, таск 2, таск 3 и так далее. Вот это именно таски, которые делают, например, одну редюс стадию и там несколько мапов. Вот. И в мониторинге мы можем посмотреть, секундочку, можем посмотреть, что происходило. Можем кликнуть на логи, std-out и std-error. Это каждый таск, ну, соответственно, плюет логи в std-out и std-error. Мы можем на них посмотреть. Можем посмотреть статистику по выполнению этих тасков, сколько работал garbage collector. Как правило, если вы не очень рассчитали ресурсы приложения, например, на редюс стадии, или у вас там какой-нибудь skew, то есть когда у вас там по одному ключу попали много значений на один редюсер, у вас garbage collector здесь будет зашкаливать, тут минуты, там часы могут быть. Вот. И вы понимаете, что уже что-то идет не так, уже лучше заканчивать. Но иногда это проходит. Вот. И здесь, например, есть locality level. В общем, locality level, по сути, насколько близко данные лежат к нашему вычислению. Ну, в общем, здесь достаточно много всякой информации. Очень рекомендую ознакомиться, что Spark ее предоставляет. Вот. Помимо наших... Для датасетов Spark предоставляет еще дополнительные возможности мониторинга. То есть он прям пишет физический план выполнения, который он построил. Вот. И сколько было... Вот. Источники, сколько было вычитано строк с каждого источника, какие операции были применены, сколько времени они заняли, сколько было данных передано. Это тоже вот такой неплохой плюс датасета, что мы прям точно знаем, что на каждой стадии произошло и происходит. И вы прям в реал-тайме это видите. И прям, как правило, видно, где затык. Что если у вас там какой-нибудь... 100 гигабайт во время шаффла передается, значит, вы скорее всего там слишком большие объекты передаете или еще что-нибудь. Вот. Но помимо... Это стандартные всякие метрики, но можно еще добавлять свои метрики. То есть, например, можно создать свой каунтер, который... Делаться это очень просто. SparkContext берется, lock-аккумулятор и даем имя этому каунтеру. Все, и дальше мы в коде каунтер сам там сериализуем и так далее. Его удобно использовать. В самом коде дальше мы добавляем там... Это может быть там числа. Есть так называемый collection-аккумулятор, куда можно прям хоть строки писать. Но не рекомендуется, если вы очень много их пишете, то результат аккумулятора потом передается от драйвера... Ой, от экзекьюторов на драйверы. И, соответственно, если у вас там очень большие строки, то драйвер просто с памятью может упасть. И, соответственно, положить все ваше приложение, вы даже не поймете, из-за чего, как правило. Вот. Мы записали так, запустили программу, и вот там же в SparkUI, где раньше были просто метрики обычные, появились еще дополнительные каунтеры, которые мы здесь записали. В качестве альтернативы мы могли бы это делать вручную, то есть брать там какие-то... Ну, то есть посчитывать просто количество событий и делать это результатом нашего job-а там. Ну, какой-нибудь там state monadu использовать, допустим. Но намного удобнее использовать просто Spark, парковский аккумулятор, потому что... Ну, в дополнение к прочему, он... Ну, если какой-нибудь из экзекьюторов падает, так как аккумулятор в конце, ну, в конце стадии только передается его результат на драйвер, то если экзекьютор падает, то этот аккумулятор не считается. Ну, то есть не будет такого, что у вас там... Это аккумулятор... Ну, он не на каждое событие передает информацию драйвера, поэтому не будет такого, что у вас экзекьютор упал, пересчитался, и у вас дважды посчитались какие-то события. Вот. Можно создать вообще кастомные аккумуляторы. То есть, ну, здесь вот пример вообще сет-аккумулятор, который... Ну, просто для... Считать количество уникальных, например, событий, которые мы обработали. Вот. Так же само мы его создали, заиспользовали. Тут были дублирующие события. Но в SparkUI, вот Unique Numbers, мы видим уникальное количество событий. Ну, немножечко, в общем, итог. Мы увидели два вида API Spark, RDD и датасет API. Оба этой объекта – это логическое представление нашего графа вычислений. Сами они данные не хранят, они партицированы и так далее. И они устойчивы к падениям. Они сами существуют на драйвере, на исполнитель уже передается сериализованный, оптимизированный код. Вот. По сути, можно представить, что датасет – это как RDD минус пайплайнинг, склеивание вот этих тасков, плюс whole stage code generation, так называется вот этот генератор кода оптимизированный, который я говорил. Вот. Плюс схема и плюс оптимизатор каталист. Ну, еще тут прибавится плюс cost-based optimization. Ну, в общем, можно себе так логически представлять, что... Потом при пересылке, ну, код задачи должен быть сериализуем, мы рассмотрели. И рассмотрели Spark UI как основной инструмент для мониторинга приложений, который можно еще и расширять. И, как правило, на практике его хватает. Вот. Ну, и тут немножко ссылок. Очень полезно, кстати, рекомендую, ну, если вы начинаете с Spark, очень рекомендую поиграться в Zeppelin ноутбуках, потому что это удобно. Spark приложение деплоится очень долго, вот, и прям очень удобно, когда вы можете тут же запустить какие-то там, ну, примеры, там, сериализации, еще с чем-то, просто поиграться. И это, ну, Zeppelin ноутбук инстанцирует один контекст Spark, после этого вы, ну, все последующие параграфы запускаются прямо внутри этого одного контекста, и поэтому в течение там секунд буквально отрабатывает. Поэтому вы можете очень быстро там играться со всем. Это такой неочевидный факт, для меня, например, для начала был, но очень удобный. Вот. И тут несколько статей привел, это про Spark SQL под капотом, и про Catalyst Optimizer очень полезно почитать, чтобы понять, ну, что же такого дает там Spark SQL. Ну, все, можно задавать вопросы. Спасибо большое. Микрофон ты передашь вам? Он не включен, по-моему. Ну, можно, да, наверное. Я могу повторять вопросы. Я могу повторять вопросы. Ну, ладно, я, короче, повторю тогда первый вопрос, отвечу и повторю второй. Ну, в общем, второй вопрос про PySpark. Ну, я с ним немножко работал, он очень близок к обычному Spark, но, то есть он предоставляет по сути тоже IP, только она такая пизоновская специфика. У меня вопрос в том, про PySpark спрашивает, что есть ли они, которые копируют там для работы над над надпадом? Ну, я пару слов могу сказать про Pandas. В общем, сейчас отвечу по очереди. Значит, первый вопрос был, как делается join, если на больших таблицах, имеет ли Spark какие-то дополнительные оптимизации по нему? По сути, нет. По сути, join делается, ну, так же, как join делается в MapReduce. То есть берется пара ключ-значения, после этого данные по ключу передается на соответствующую партицию, на которую, ну, там, попал этот ключ. Ну, то есть берется, грубо говоря, хэш от ключа, после этого делается процент отделения, ну, там, модуль от количества экзекьюторов, и каждый экзекьютор получает там ключи, у которых модуль отделения соответствует. Поэтому никаких индексов, внутри никакого там хэш-мапа не создается. Для датасета API Spark, скорее всего, делает какие-то оптимизации. Я, наверное, точно, боюсь, не скажу, какие именно. То есть Spark знает, что там происходит join, но никаких там индексов особых у него нет. То есть если он вычитал из двух там хайв-таблиц, в хайве, например, там не было никаких индексов, или там из обычных там файлов там на HDFS может вычитать, он вообще ничего не знает про данные, поэтому он join будет, ну, влог делать. Единственная оптимизация, которую он может сделать, это если, там, например, датасет очень маленький, он просто, ну, там есть даже параметр в конфиге, если датасет очень маленький, то он сделает продкаст. То есть если там, например, 10-100 тысяч строк, то он просто эту маленькую табличку передаст на все экзекьюторы, и не будет этой shuffle-стадии. А так вообще, да, как правило, будет производиться прям, ну, полноценный join. Ну, то есть на каждой партиции, возможно, будут какие-то оптимизации, но между партициями будет такая же map-reduce-стадия, то есть он возьмет все ключи, все передаст. И, ну, на самом деле, проблема еще немножко усугубляется тем, что если вы сделаете после join еще один join, то это произойдет снова ключ значения, и снова полный shuffle. Даже если у вас, например, ключ какой-то иерархический, Spark это не поймет. Он возьмет и заново там по хошу все пересчитает. В Spark 2.3 там что-то появилось, какой-то range, partitioner, и, в общем, возможно, это позволит как-то решить эту проблему, но вот сейчас это так. То есть сейчас он заново сделает всю, то есть у вас даже если там какие-то большие данные, то он снова их все передаст. Это, конечно, проблемка, но за счет того, что, как правило, можно в Spark много экзекьюторов сделать, это не такая уж и большая проблема, потому что join хорошо параллелится. Поэтому, ну, вы как бы, да, по сравнению с какими-нибудь, я не знаю, может быть, подгрессами и так далее, гринпломом, не получите прям большого, ну, скорее будет сильно медленней, чем прям заточенный под эту базу данных. Но в сумме это, получается, именно выигрыш за счет того, что вы сделали join, никак к нему не готовясь. То есть вы вычитали там сырые JSON из S3, например, сжатые к zip, и вы там считали там какой-нибудь лоб вообще откуда-нибудь, и тут же его сжойнили. Ну, это займет там, да, 20 минут, допустим. Но вы вообще никак не готовились, то есть вы взяли и сжойнили, и получили результат. То есть за счет этого есть преимущество. Второе, сейчас секундочку про Pandas. Я знаю, что в старых версиях Spark'а там не было особого поддержки Pandas, поэтому там можно было просто, ну, там приходилось результат брать и конвертировать его в Pandas'овские коллекции. И это происходило уже на драйвере, и это очень опасно, потому что если у вас большая коллекция, то там драйвер падал по памяти. Вот. В Spark 2.3 они что-то с этим сделали, в общем, советую посчитать там, они сделали какую-то нативную поддержку Pandas'а с использованием Apache Arrow. Arrow там, ну, проект. Вот. И там вроде как есть что-то получше. Но я еще не работал с этим. Вот. Да, ну вот был вопрос. Значит, вопрос. Вы пробовали использовать какие-то распределенные кэши для того, чтобы ускорить join? Ну, чтобы его избежать, да. Ну, я, конечно, не пробовал. То есть я подозреваю, что как-нибудь хитро это провернуть можно. На самом деле Spark сам представляет механизм кэширования, но он не для того немножко. Ну, то есть вы, конечно, можете, например, какие-то данные, вы уже сделали join, распортицировали. Можно, есть метод кэш, он закэширует эти данные. Но закэширует, это еще повезет, если оперативной памяти хватает. Вот. И после этого вы можете их использовать. Вот. Но, ну, как бы, не производя заново join. Нет, нет. Нет, нет. Нет, нет, есть. Вот. У меня, например, есть, они отогнал, не знаю, тысячи, семейных файлов, да. Вот. 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 Это то, что это прошло на рассе, да. Мне нужно выбрать джон, какой-то там вид и базе, там, например, 100 миллионов датчиков. Да, я не понимаю, что в бане, это стебион, там, как бы, я сомневаюсь, это, что это, пара, вот, вот, а вот, а потом, вот, то, а вот. А, ну, вы имеете в виду, что-то типа, мэп-сайт джоина сделать? Но, теоретически, да, такое понятие есть. Не знаю, можно ли обмануть Spark, чтобы он понял. Ну, вручную вы имеете в виду сделать, что на каждом экзекьюторе. В общем, я подозреваю, это можно сделать. Ну, то есть вы можете… Можно, но нет, но это не пробовалось. Нет, я, к сожалению, не пробовал. Если нет вопросов, есть еще вопросы? А можете, пожалуйста, повторить тогда вопрос, чтобы слышно на записи? Да, как вы для себя, в какой момент нашли проблему переход заключения с партией? И как вы, какое решение, вы видите, может быть, сейчас она уже на нет сошла по вашему мнению? Да, на больших, действительно больших, да, очень больших. Ну, открыла достаточно быстро ее, конечно, там, когда, так как у Spark, ну, там есть такое понятие, как nullable field в датасете, но если у вас, опять же, из того же хайва читаете nullable field и по нему джойните, то, конечно же, сразу же у вас null попадет героически на один экзекьютор, и после этого он упадет. Вот, примерно тогда я его и открыл для себя. Ну, решается это, конечно, либо на этапе, ну, можно сам запрос брать и, ну, его отдельно читать, что он там какое-то поле не null, а потом там добавлять отдельно null другим запросам, например, обрабатывать, если вам нужно как-то его отдельно обрабатывать. Как правило, лучше его, конечно, отфильтровать. Вот. Ну, то есть я уточню, то есть как бы надо все равно знать свои данные и точно знать статистику ключей лучше, чем это может сделать как бы автоматик даже Spark. Ну, да. Но других вариантов пока нет. Ну, да, прям такого универсального решения нет. Вы можете, например, если у вас какой-то специфический запрос, брать еще там какой-нибудь ключ с солью, например, еще хешировать, и, например, поэтому там суррогатному, грубо говоря, там ключу уже производить join там, и, ну, для каких-то задач это подходит, для каких-то нет. Хорошо, а на таком-то есть не секрет такой, как бы объем данных вы обрабатываете? Ну, ну, наверное, приходилось максимально там до 100 гигабайт, может быть. Спасибо. Ну, возможно, это не такой еще объем, что прям сильно проявляется задача. Могу допустить, что на больших объемах, это естественным образом возникает такая проблема. Ну, окей, давайте, наверное, закончим немножко. С Артемом можно будет поговорить, он никуда еще не сбегает. Да, можно поговорить, да. И мы перейдем, к следующему докладу. Спасибо. Спасибо.